Работала как золушка, а принцессой так и не стала. Увы и ах, но это про наше хваленое импортозамещение. Помните, с какой гордостью работники автоваза говорили о проекте нового москвича? А я вот помню. И помню свои шутки на тему, а надолго ли и успешно ли. Вот только тогда я и не подозревала, что жизнь новоиспеченного москвича окажется столь короткой. Но сегодня я не об этом, а о граблях, на которые любит наступать Россия. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Да, друзья, в России опять собираются за что-то взяться. И на этот раз это что-то новое Волга. На этой неделе на выставке в Нижнем Тагиле премьер-министру Мишустину продемонстрировали первых три автомобиля под, как это сейчас называют, возрожденным брендом Волга. И вроде бы все хорошо, и машина с виду красивая, и название фундаментальное, но начинка оказалась сильно знакомой. У вас где сейчас сделан руль? Конкретно китайский? Кто? Руль. Руль, да, но на самом деле это же только начало. Вы слышите ответ? Руль пока китайский. Хочется, чтобы руль был российским. Значит, это же не так сложно, как остальные элементы, правда? А, 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 это же только начало. Ну, типа, простите, Михаил, за то, что мы взяли Чинган и не поставили на руль шильдик Волги. Но мы и справимся, честно. Вы нам только денег дайте, и мы закажем оригинальные шильдики. Кстати, денег на это сомнительное со всех сторон мероприятия собираются выделить огромное количество. Уже сегодня известно о сумме в 60 миллиардов рублей. И это рекордный объем средств для российского автопрома. Вот только меня одну смучает вопрос, а зачем? Ведь цена на китайскую Волгу будет совсем не низкой. Эксперты прогнозируют базовую комплектацию за 2,5 миллиона рублей. Но каков портрет потенциального покупателя, пока никто не выяснил. Поэтому флешбек-привет. Только тогда это был москвич, а сейчас его судьбу повторит Волга. А между тем в России хотят ввести понятие экстремистское объединение. Об этом стало известно во вторник, когда адвокат иноагента Невзорова сообщил СМИ о том, что семью его подопечного хотят признать экстремистским объединением. С таким предложением выступила питерская прокуратура, пишет коммерсант. Что могло послужить основанием для столь резкого решения, пока непонятно. Но и сам Невзоров и его адвокат склоняются к одному. Власть решила прибрать к рукам недвижимое имущество супругов. Правда, из него у пары только три земельных участка. Но ни на один из них истцы в лице Федерального агентства по управлению госимуществом не покусились. Их почему-то заинтересовало другое, а именно дом, принадлежащий тещи журналиста. Но в нем женщина, являющаяся блокадницей, живет по настоящее время. И при том в экстремистское объединение не входит. Поэтому ситуация поистине анекдотичная и непонятно на чем основанная. Суд уже состоялся, но из-за того, что прошел в закрытом режиме, результатов пока неизвестно. Но если решение все-таки будет принято и принято в пользу истца, то это может повлечь за собой создание правоприменительной практики, когда изымать имущество у граждан, признанных иноагентами, силовики смогут буквально без суда и следствия. И да, на этой неделе мой коллега Николай Ермаков, записывая свою очередную программу, высказал оценочное осуждение относительным 25-летнего срока для Ильи Бабурина. Это молодой человек, который задумал поджечь военкомат, но чужими руками. И знаете что? А программу снесли. Ну то есть заблокировались по меткой оправдания терроризма. А почему? А потому что обсуждать или осуждать действия властей теперь нельзя. Вынесли 25 лет строгача, значит это было единственно правильным и верным решением. Отберут у Невзорова недвижимость, и я даже не смогу задать вопрос, а не произвол или это. Ну потому что по закону не существует ни такого понятия, ни санкций за участие в этом понятии. Всех убьем, всех кого надо ограбим, все будет как мы любим. Кстати, возможно все, что делается сейчас киноагентам относится очень непосредованно. Ведь может же так случиться, что любые поползновения в сторону отъема недвижимости и сбора налогов осуществляются лишь с одной целью – пополнить казну. А ведь и правда, посмотрите с каким рвением налоговики взялись считать доходы блогеров. И что самое интересное – успешно. В своей второй программе я уже рассказала, что под каток налогового законодательства начали попадать и бывшие сотрудники Министерства обороны. Хотя там, если честно, попадают уже не только на налоги, но и на реальные сроки в 15 лет. Кого опять арестовали за коррупцию и кому предъявили недостачу в налогах – смотрите только на Ермак Медиа и на Бусти. Кстати, то, что налоговые органы реально возбудились, лично я заметила еще в прошлом году, когда на мой адрес неожиданно пришло письмо с требованием уплатить налог за автомобиль, который несколько лет назад угнали. Машину не нашли, но и с учета не сняли. О, нет, нет. Я вам скажу, что квест, который я прошла, доказывая, что ни фактически, ни юридически машиной уже не владею, дался мне отнюдь нелегко. Потому как сначала в полиции долго не могли найти возбужденное по факту угона дело. Потом выяснилось, что в деле вдруг начали фигурировать фото сгоревшей машины, которым мне якобы предъявляли. И я даже согласилась, что это она. Но ни Амнезия, ни Альцгеймер меня не догоняли. И я отлично помню, что подобных действий точно не было, как и подписанных мною в деле бумаг. Короче говоря, решив вопрос из полиции, мне пришлось все те же 9 кругов бега совершить и в ГИБДД. Доказывая сотрудникам, что снять машину с учета я не могу по причине ее отсутствия. В общем, оформила я ее как утилизацию и постаралась об этом забыть. Естественно, предварительно отнеся все справки и документы в налоговый. Кстати, я не знаю, как у вас, а у меня уже не в первый раз приходят двойные штрафы за одно и то же нарушение. Сначала его выписывает сотрудник ГИБДД, а через несколько дней с этого же участка поступает штраф с камер видеонаблюдения. Причем за то же самое нарушение и в то же самое время с разницей в 2 минуты. Ну, честно, настолько задолбали, что уже просто нет сил. И если среди вас, мои дорогие, есть те, кто поможет быстро и качественно в решении этого вопроса, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией. Потому как писать многочисленные обращения, которые заканчиваются отписками, честно говоря, очень надоело. Но к чему я это все? Да к тому, что, как я люблю повторять, потрясут жирненьких, возьмутся затощеньких налогами, двойными штрафами. И в надежде на то, что человеку будет проще заплатить 2 по 750, чем тратить время и нервы на суды, будут почти легально состригать с нас последние клочки шерсти. И ладно бы эти деньги шли на благоустройство города или на повышение пенсии, но нет ведь. Они пойдут на зарплаты генерала. Как на этой неделе высказала Симонян, многие из них реально получают настолько мало, что, как говорится, только обнять и плакать. Поэтому, как пишет лента, Марго предложила поднять заработную плату всех людей в погонах до 1 миллиона рублей. Да-да-да-да. Представляю ваше недоумение. Но Симонян реально считает, что военный труд должен быть сильно достойно оплачен. Ну и типа найти на это деньги тоже можно, если правильно распределить бюджет страны. Конечно, тетя Рита, конечно можно. Особенно, если не выделять по 120 миллиардов рублей в год на финансирование государственных СМИ. Это же сколько зарплат можно выплатить генералам и на сколько можно поднять пенсии. Правда, в этом случае наступит острый дефицит лапши, той, которая на ушах. Но это уже совсем другая история, о которой мы поговорим как-нибудь в другой раз. Ну а на этом у меня все, друзья. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»